МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Торжественное открытие паралимпийских игр состоится сегодня в Сочи. Нашу страну там представят 10 атлетов, 5 женщин и 5 мужчин. Они будут вести борьбу за награды в биатлоне и лыжных гонках. Наиболее опытные и титулованные в беларусской команде трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчок, победительница игры Едвига Скоробогате, многократные призеры зимних паралимпиад Лариса Ворона и Василий Шептюбой. Все они входят в элиту мирового параспорта. Напомню, на предыдущей паралимпиаде 2010 в Ванкувере беларусы завоевали 9 наград, 2 золотые и 7 бронзовых, что позволило занять команде 9 место в медальном зачете. Нынешние игры продлятся по 16 марта в программе соревнований 6 дисциплин. Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, слэдж-хоккей на льду и керлинг на колясках. Впервые сюда включены и состязания по паро-сноуборду. На чемпионат мира по хоккею без визы свободно попасть в Беларусь весной этого года позволит билет на любой матч в Минске. Но стоит помнить, что один квиток дает лишь однократное право такого въезда. Это касается и малолетних детей. Даже если ребенок совсем маленький, для въезда в страну без визы ему все равно понадобится свой собственный билет. Напомню, безвизовый въезд в Беларусь стартует с 25 апреля и продлится до конца мая. Каждому туристу при себе необходимо будет иметь действующий паспорт и билет на любой матч чемпионата, либо его электронную версию. Ситуация в Украине вновь стала темой переговоров на заседании Совета безопасности ООН. Правда, на этот раз консультации прошли за закрытыми дверями. Члены Совбеза пришли к выводу, что назначенный референдум о статусе Крыма не может считаться легитимным. Похожего мнения придерживались и собравшиеся на экстренном саммите в Брюсселе. Главы стран Евросоюза единогласно назвали неправомерным решение Крыма провести референдум об отделении от Украины. По этому поводу накануне высказался исполняющий обязанности президента Украины. Александр Турчинов заявил, что остановил решение Верховного Совета Крыма. По его словам, вопросы относительно территорий и границ могут обсуждаться только на всеукраинском референдуме. Тем временем, решение крымских властей поддержал городской совет Севастополя, который высказался за проведение общекрымского референдума и в их городе. Тысячи людей собрались у здания гурсовета, чтобы выразить согласие с этим решением. В Беларуси в преддверии 8 марта начали поздравлять женщин. Так, сегодня губернатор столичного региона Семен Шапира встретился с самыми мужественными женщинами. На торжественную встречу пригласили участниц Великой Отечественной войны, ветеранов труда, а также действующих военнослужащих. Семен Шапира поблагодарил представительниц старшего поколения за их подвиг и смелость, а молодежь попросил служить достойно и честно, сохраняя добрые традиции. К слову, сегодняшняя встреча была приурочена и к 70-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Мне очень приятно поздравить вас сегодня с праздником и поклониться перед вами за то, что вы сделали для нашей земли. Спасибо. У меня еще вот завтра двойный праздник. Сын родился, день рождения его. Я довольна. Я счастливый человек, наверное. Рада, что дожила до таких времен. Вот. Только благодарю Бога, чтобы уже было тихо, спокойно, чтобы наши внуки, правнуки не бачили того, что мы побачили. Очень для меня почетно присутствовать на таком мероприятии. Я бы хотела в канун такого праздника поздравить их женщин с наступающим праздником весны, пожелать им гармонии, гармонии чувств, гармонии желаний, гармонии возможностей. С наступающим праздником весны поздравляют женщин сегодня и милиционеры. В Минске инспекторы провели акцию, посвященную 8 марта. Они останавливали женщин-водителей, поздравляли их с наступающим праздником и вручали полезные подарки и памятные сувениры. Без внимания не остались и дамы-пешеходы. Для них также подготовили приятные сюрпризы. Зачастую, скажем так, наши водители, именно женского пола, автолюбители, скажем так, видят сотрудников ГАИ, серьезных на работе, скажем так, во время несения службы. Здесь мы все-таки решили немножко разъедить обстановку, показать, скажем так, нашим автолюбителям, девушкам, потому что сотрудники милиции, сотрудники ГАИ непосредственно могут быть веселыми людьми, которые действительно пытаются и стараются подарить радость нашим любимым женщинам. Неожиданно остановили, вроде ничего не нарушало. Но вообще приятно. Я хочу сказать спасибо большое за поздравление. Было очень неожиданно. Даже немного волнуюсь. Но вообще замечательно, что так придумали и поздравляют наших женщин. Белорусская железная дорога усиливается к Международному женскому дню. Дополнительные поезда начнут курсировать сегодня и будут оставаться на линии по 11 марта. Они будут перевозить пассажиров как в пределах республики, так и в международном сообщении. В частности, станет большей составом на таких направлениях, как Минск-Гомель, Минск-Москва, Брест-Санкт-Петербург. А тем временем в Витебске настоящим подарком к 8 марта стало рождение истинного богатыря. Там появился на свет ребенок весом 6 килограммов 100 граммов. Родители нарекли его Виктором. По словам медиков, в настоящее время и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. На следующей неделе их планируется выписать. К слову, это уже третий ребенок у родителей. Предыдущие также родились достаточно крупными, с весом более 4 килограммов. Частицы у мощей святого Спиридона Тримефудского доставят сегодня в Гомель. Реликвия будет пребывать в Кафедральном соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла до конца марта. В храме также будут совершаться молебны в честь святителя. Спиридон Тримефудский помогает во многих житейских ситуациях. Ему молятся для решения квартирных вопросов, улучшения материального благополучия. Помогает святой и в трудоустройстве. И напоследок о погоде. В предстоящие выходные в Беларуси будет по-праздничному комфортно. Осадков в Синоптике не обещают. Лишь в субботу по северу страны пройдут кратковременные дождь. Что касается температуры, то завтра воздух прогреется до 10 градусов. А в воскресенье столбики термометров могут показывать и вовсе до плюс 12. Такая погода, по словам Синоптиков, значительно теплее климатической нормы. И больше соответствует первым дням апреля. Далее в выпуске спортивное обозрение Анжелики Урман. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго. До встречи.